Почему ехали именно сюда? Вы знали о том, что здесь обстановка спокойная или родственники тут есть? Познакомилась в соцсети Одноклассники с девчонкой, она пригласила в гости на пару дней. И именно в Беляры пригласила или в Южный? Ну, в Беляры, по-моему. Потом мы уже у них были недельку, как-то думаем, надо жилье искать. Приехала к мэргороду, обратилась. Жилья нет. Пряженная обстановка, стрельба утром и вечером. У вас частный сектор, вы в каком-то жилье? Да, мы в частном секторе. Но возле нас очень было шумно. Мы переехали к свекрови в квартиру. Там вообще шумно начали, окна пластиковые дрожать. И решили уехать. Это на каком... Ну, сколько длилось вообще? Это были артобстрелы постоянные? Сколько? Месяц? Несколько недель? Как у вас там? Это началось 3 июня. И мы уехали 25 июня. То есть вы уже здесь находитесь с июня, да? С конца июня? По поводу Южного Паа. Вы ищите жилье. На какую сумму вы рассчитываете? Сколько, ну, представляете себе? Ну, думаю, хотя бы полтора тысячи. Ну, чтобы был газ, вода. По поводу работы. Ваш муж трудоустроен, насколько нам известно. Что вы вообще? Ну, хочу деток оформить тоже в садик и пойти на работу. Планируете, когда все устаканится, успокоится, возвращаться домой? Или все-таки... Если будет куда, то да. Мы еще не знаем, что у нас с домом, если честно. Потому что там рядом заезжал танк, свалил забор. Там еще ничего не известно. Кто-то из близких там остался у вас? Нет. Уехали в Харьков. То есть все, кто мог, из родных разъехались, да? А что непосредственно вам необходимо, кроме какой-то материальной помощи? Ну, и вообще, что вам необходимо? Какая помощь? Подыскать жилье. Хотя бы в городе, чтобы ближе к садику было. Что-то может быть из вещей? Вы что успели взять? Мы взяли вещи необходимые детям. Теплое что-то брали? Может, вам все, что можно, да, взяли? Деткам, вы говорите, нужны памперсы. Что еще? Может, медикаменты какие-то нужны? Потому что нашим южницам нужно знать размер помощи, который необходим. Полностью все? Ну, да. У вас остались там близкие какие-то знакомые, друзья? Что они вам сообщают сейчас? Имейте возможность связаться? Да, вроде бы город Красный Лимон и Славянска освободили. Не расстраивались все. Ну, стоят вроде бы растяжки. Вечером слышно, что стреляют. А что, где? Ну, это где-то в городе. Но на окраинах, там, где Голубые озера. Как детки себя чувствуют? Ничего, нормально. Как они вообще это все пережили? Они еще маленькие, конечно, но вот как вам? Не понимают, что такое стреляют. Голубые озера. Голубые озера. Да. Ой. Продолжение следует...